Сладкая вата, мороженое и мыльные пузыри. Обязательные атрибуты праздников в парке Ривьера. А еще песни, танцы и бесплатные аттракционы. На главной сцене праздничный концерт. В каждом уголке парка мастер-классы. Здесь, например, рассказывают о том, что мусор может быть полезен. А здесь проводят эксперименты над любимыми детскими лакомствами. Рассказывают, почему много чипсов есть вредно. Та чипса, которая посинела больше всего, содержит больше всего крахмала. Ежегодно 1 июня парк Ривьера становится центром притяжения сотен детей и их родителей. Такие праздники в парке проводят регулярно. Раз в месяц на развлекательную программу приглашают многодетные и малообеспеченные семьи. Концерты, квесты, благотворительные акции и спортивные турниры в честь начала лета в Сочи прошли во всех районах. На КСМ, например, праздновали юбилей вот этой площадки. Всем районам взрослые и дети собираются здесь уже 10 лет подряд. Все праздники в микрорайоне объединяют людей. В принципе, задача эта и стояла с первого дня – объединение людей. Поэтому мы делаем два больших праздника. Это День защиты детей и новогодняя елка в микрорайоне КСМ. В честь двойного праздника, старта лета и юбилея площадки, возле Дома культуры организовали выставку детских работ, аниматоры провели веселые конкурсы. Еще я была маленькая, ходила сюда, меня приводила сюда бабушка. Сейчас я уже выросла, у нас уже двое детей. Привозим сюда дочь, сына. Очень нам нравится. Каждый раз у нас здесь какие-то мероприятия проходят. Если какой-то праздник, вообще городской или вот на районе, здесь столько людей собирается. С 1 июня в Сочи начали работать площадки нашего двора. При школах, во дворах многоэтажек и на спортивных площадках все лето с детьми будут работать аниматоры и волонтеры. Для ребят проведут экскурсии и мастер-классы. Обычно в гости к школьникам приходят спасатели, медики и полицейские. Ведь отдых должен быть не только веселым, но и полезным и познавательным. У нас есть 57 лагерей летних, у нас есть 47 трудовых лагерей. Мы организовали огромный палаточный лагерь на базе Ореховой. И у нас есть 147 площадок нашего двора. А это зимний театр. Здесь 1 июня устроили традиционный прием для самых талантливых детей. Пригласили тех, кто отличился в спорте, науке и культуре. В течение последних трех лет я участвую на разных научных конференциях и защищаю свои исследовательские работы, посвященные биологии. Занимаюсь армейским рукопашным боем. Участвовал в самые крупные соревнованиях. Это Южно-федеральный округ. Там занял первое место и стал чемпионом Южно-федерального округа. В прошедшем учебном году более 20 тысяч сочинских школьников приняли участие в различных конкурсах, фестивалях, спортивных турнирах и конференциях. Почти 9 тысяч из них стали победителями. Сегодня планета стоит и наш мир на гребне перемен. И вот от ваших знаний, ваших успехов в том или ином направлении будет зависеть это будущее. Дерзайте, мечтайте, идите вперед. Сделайте нашу жизнь прекраснее и лучше. Счастья вам, здоровья, только успехов. Прием одаренных детей созвездия юных талантов проводят в Сочи уже в 24-й раз. В этом году 200 юных сочинцев получили на сцене Зимнего театра дипломы и памятные статуэтки.